Это что? Это что? Я ее понимаю. Как и все дети, Маляка училась сидеть, ходить, произносить первые звуки. Неожиданно для всех, два года развития ребенка остановилось. Сейчас в Маляке пять, она до сих пор не может разговаривать. Врачи поставили диагноз «множечковая недостаточность». Внутриутробное поражение нервной системы. Они есть, слава, мама, папа, но, к сожалению, на этом все. Ребенок все понимает, он все слышит, она абсолютно все практически понимает. Операктивная Маляка не может усидеть на месте рисования и лепка книжки. Девочке интересно все, но развиваться полноценно, как сверстники, она не может. Чрезмерно эмоционально затормаживает развитие мозга. Эмоциональная волевая сфера нарушена, то есть эмоции очень сильно преобладают, что речи тоже мешает. Вот эмоции, которые сейчас у нас проявляются, даже в агрессии, все равно сестренку постоянно может подойти ударить просто так. Медикаменты, занятия с логопедом и обучение в спецшколе. Этого недостаточно, чтобы вылечить Маляку. Помочь ребенку сказать первое слово могут в Пекине. Там девочки предлагают подсадить стволовые клетки. Это будет новый путь развития ее интеллекта. Имплантация в спинной мозг, которая пойдет напрямую в головной мозг и, дай бог, там залечит все наши повреждения. И две инъекции будут внутривенные, они уже пойдут, возможно, на какие-то внутренние органы, если у нее есть какие-то проблемы. 1 миллион 783 тысячи рублей. Столько стоит первое слово Маляки. Сумма непосильна для семьи. Загировы верят в чудо. Помочь побороть болезнь может каждый. Реквизиты счета на экране. Алина Бережная, Марацет Гараев, ТНВ, Казань.